Я иду в президент. Мне приняло решение. Мне кажется, пора. Я Василий Петрович Голобородов. Учитель истории. Решил оставить след в истории. Буду президентом. Будет очень интересно и очень здорово, потому что это все делается очень талантливыми людьми. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Задумали классное новое кино. Такого еще не было на нашем экране. Кино наше о том, как ты стал президентом. Вот ты. Вот каждый зритель, который будет смотреть, он так или иначе мы всегда задумывались. Вот я бы, вот если бы я, я бы. И вот, в общем-то, это и произошло. Вот такой простой человек стал президентом, возглавил страну. Ну и дальше пошло-поехало. Приготовили к съемке на исходное. Снимаем. Кино у нас. Ну, естественно, при таких артистах, которые снимаются в этом кино, это, наверное, если вы догадываетесь, это жанр комедийный. Жанр комедийный, но с ответвлениями трагикой комедии, лирической комедии и такой вот, в общем-то, всевозможное такое себе. Я, думаю, целая палитра, целая палитра в комедийном жанре. Называется «Слуга народа». Да, это рабочее название, которое, в общем-то, таким, видимо, и будет. Другого названия нет. Политическая сатира, еще такое вот, что блокирует этот проект, это политическая сатира. Чуть-чуть открываем. У нас простой учитель истории становится президентом Украины. Он выбран вопреки, потому что народ уже не знает, кого выбирает. Главное, они выбрали человека, который честно сказал, вот, нелицеприятно о том, что происходит в стране. Был выложен на YouTube, вот, и страна пошла голосовать за него. И проголосовала. Мы работаем честно, работаем от души, много импровизации, в хорошем настроении. Я думаю, это бумерангом ударит на результат. Так всегда бывает. Если нам хорошо, значит, и зрителю будет хорошо. Хорошо и весело. Что ты пишешь все время? Мы же реалити-шоу параллельно сейчас снимаем. Запустим. Опа, видел? Правильно. Короткая историческая суббота. Михаил Грушевский. Вот этот бородатый мужчина на полтиннике. Первый президент Украины. Мы сейчас снимаем в том месте, где в 17-м году его Центральная Рада избрала первым президентом Украины. Напоминаю. Кто вы вообще в фильме? Вы играете роль? Я выбираю отца президента. То есть мой сын, учитель, который вот так вот с неожиданным поворотом, совершенно фантастическим, был избран президентом страны. И вот на модели семьи предлагается такой вот вариант посмотреть всем. А как бы ты себя повел, оказавшись в подобной ситуации. Слушай, вам не украинской крови больше, чем у вас всех вместе взят. А сейчас мы ее выпьем. А нельзя ли объявить обед? Нельзя ли? Давай уже, ну. Моя героиня Наташа отличается от остальных героев тем, что она умеет моргать обеими глазами по отдельности. Смотрите. Право. А теперь внимание левое. Попробуйся в теме, я вижу. Опа! Мне нравится. Ну, потому что своя компания, своя группа любимая, очень легко, очень интересная, с потрясающим материалом. И это не работа. Это не работа, это удалось. Внимание! Приготовились! Президент Украины! Это все сказка. Для взрослых. Для взрослых. Мне нравится. Народные депутаты. Всегда своленность. Махач. Мы снимаем комедию. Я бы сказала треки-комедию. На самом деле, все, что здесь говорится, это... Все, все, все. Все правда. Все надо так и делать. Но, к сожалению, это мы слышим всегда, что наши депутаты всегда говорят. Правильные слова. Ну, никто ничего не делает. Никто. Степочка, как дела? Да все пучком. Все пучком. Я снимаю с клевым чувачком. А кто ты? Подожди, кого ты играешь в фильме? Я спешрайтер. Это кто? Не знаю, слово мудреное какое-то. Директором. Надеюсь, хороший. Да замечательно. Вообще, это пятый квартал, лучший квартал в мире. Вообще, я рада, что я тут чуть-чуть жил. И очень рада жить всегда. Как что, ты не знаешь, кто такая Нина? Будешь падать. Нина, это я. Художник по гриме. Понятно? Че не? Стоп. Да, хорошо. Здесь вообще кино про нас. Да. Про Свету и Наташу. Это вы. Это вы.